На портал Экзегет поступил вопрос, спасутся ли люди, принявшие Христа от страха перед адом? Нужно заметить, что в святоотеческой традиции достаточно широко распространено мнение о так называемых трех ступенях восхождения в отношениях с Богом. Условно, отцы часто говорят о том, что на самой ранней ступени человек начинает отношения с Творцом именно из соображения страха перед вечными муками. Однако человеку не должно застревать на этом этапе, ему необходимо двигаться дальше. И следующим шагом является определенный труд, определенное делание на пути к спасению, в котором человек мотивируется желанием вхождения в райское блаженство. То есть в первом случае он бежит вперед от страха, во втором случае он бежит вперед за наградой. Но есть и третий этап, к которому, как к совершенному, безусловно, также призван всякий человек. Это этап, на котором человек соблюдает заповеди и живет по слову Господню просто из любви к Богу. Не потому, что он чего-то боится или не потому, что он чего-то хочет, а потому, что он познал, что такова воля Божия о нем, и он желает соответствовать этой воле, желает находиться в отношениях с Богом как с любимым и поэтому трудится. Эти ступени условно называются часто в аскетических творениях ступенями раба, который трудится из страха, наемника, который трудится из желания и награды, и сына, который трудится из любви к отцу. Кроме всего прочего, нужно заметить, что хотя, с одной стороны, аскетические тексты указывают на поступательность этого движения, при всем при этом традиция подразумевает, что далеко не всякий человек проходит все эти этапы. То есть кто-то останавливается на более ранних, не доходя до последнего. И в некотором смысле это тоже хорошо и приемлемо, потому что силы душевного устроения и, скажем так, какая-то особенная жажда благодати Божией в каждом человеке различны. И поэтому бывает, что человек, скажем так, застопоривается на определенном этапе. Священное Писание говорит о том, что, во-первых, и такого рода мотивация вполне себе возможна, да, она несовершенна, но возможна, и что Бог со своей стороны, желая спасения человека, принимает и такого рода труды. Можем обратиться к тексту. Относительно того, что Бог всякому человеку ищет спасение, говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею. «Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Безусловное желание Бога к спасению всякого человека. Относительно же того, что такого рода педагогический ход, как увещевание, в том числе через страх, возможен, говорит соборное послание апостола Иуда. Это, собственно, небольшой текст размером в одну главу, и, собственно, здесь можем рассмотреть 22-23 стихи. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая сквернена плотью». Не входя в детальную экзогезу отрывка, мы можем свидетельствовать, что иногда и такого рода педагогический ход, как мы сказали, тоже возможен. Поэтому, возвращаясь к вопросу, спасутся ли люди, принявшие Христа от страха перед адом, мы видим, что Священное Писание дает утвердительный ответ. Субтитры создавал DimaTorzok